вы умрете мы все умрем возможно завтра возможно через 50 лет но как и для каждого поколения до нас придет и наш черед сказать до свидания этому телу потому что из праха мы вышли и в прах возвратимся не имеет значения знаменит ли ты если у тебя все деньги мира избежать смерти невозможно такими же какими мы пришли мы вскоре должны будем уйти голыми и с пустыми руками мы все оставим в этом мире который также подлежит уничтожению но что если смерть это не конец тот факт что все мы умрем не так легко осознать и принять потому мы и не склонны размышлять над ним так будто смерть каким-то образом минует нас но подавление этих мыслей не поможет нам потому что смерть это реальность вынуждающая нас задать вопрос какова цель жизни и для чего и для кого мы живем и существуем эгоистичная жизнь эта жизнь исключительно ради собственного блага с другой стороны наивысшая любовь это положить свою жизнь и ради других не ожидая ничего в ответ это революционное послание явил иисус 2000 лет назад нет больше той любви как если кто положит душу свою за друзей своих ешуа по сути резюмировал всю тору в этом новаторском толковании говоря что наш друг и наш ближний не только тот кто похож на тебя на любой человек и наилучшее выражение нашей любви это когда мы выбираем отдавать и жертвовать собой ради блага других даже если нас никогда не поблагодарят и даже ради тех кто не будет любить нас в ответ это совершенная картина подобия божьего иисус не только проповедовал о такой любви он показал ее пример когда отдал свою жизнь за грешников приобретя прощение наших грехов что это значит физическое измерение это выражение измерения духовного и как на земле так и и на небесах правосудие закон и порядок крайне важны по этой причине бог просто не может игнорировать наши грехи и беззакония которые мы совершаем каждый день потому что это было бы несправедливо грехи должны быть искуплены и эта причина по которой все пророки предсказывали что мессия должен умереть только жертва совершенного агнса праведного и непорочного взявшего все наши грехи на себя это то каким образом он приобрел нам прощение именно в жертве мессии иисуса мы встречаемся с любовью бога который пожертвовал самим собой ради грешного человечества он не просто правитель сохраняющий дистанцию отдаленный и недоступный для своих последователей существующий только в теории на страницах сборников молитв но бог авраама желает общения и близости и потому он явил себя человечеству в лице мессии иешуа который пришел для того чтобы обитать среди нас он привел практическую иллюстрацию того что такое истинная любовь ужасно пострадав вместо нас делая нас праведными и достойными перед богом он сам претерпел смертную казнь которую заслуживали мы жертва совершенного мессии была совершена не только ради религиозной элиты ее целью прежде всего было вернуть к богу изгоев общества тех кто сломлен и грешен как евреев так и неевреев мессия не какой-то жестокий генерал любящий кровопролитие но смиренный спаситель который ненавидел угнетение он был не аристократом живущим в царском величии но смиренным искупителем который омывал ноги грешникам и исцелял разбитые сердца машиах был готов отдать свою жизнь и ходить среди наих худших из людей его кровью мы очищены и омыты от всех наших самых ужасных грехов но этот идеал не приветствовался широко внезапно благодаря мессии путь к богу стал открыт для всех кто принимает основное учение закона и пророков и внезапно авторитет религиозных лидеров исчез помните религиозные лидеры в эпоху второго храма были порочными и продажными что задокументировано исторически священники и раввины того времени прогнили насквозь превратив храм вертеп разбойников смешав веру с политикой продавая должности священников тому кто больше заплатит богатея за счет бедных и все это во имя всевышнего но нет ничего нового под солнцем еще ветхом завете бог предупреждал лидеров что их власть обратиться против них и развратит их до основания священники не говорили где господь и учители закона не знали меня потому что все они от малого до большого предались корыстолюбию от пророка до священника все действуют лживо силой принуждением и угрозами они поглотили иудаизм те кто утверждали что они представители бога но на практике они просто строили стены вокруг него удерживая людей от бога они использовали в собственных интересах власть которые сами себя наделили чтобы подчинить себе невинных заблудших те которые утверждали что единственный способ познать бога возможен лишь с их помощью и на тех мрачных условиях которые они сами выдумали те которые обещают вам вечность с богом пока вы превозносите их как царей те которые правят в темноте и заслоняет свет чё развращение пересилила праведность зло восстало против добра и беспочвенная ненависть распяла мессию что привело к разрушению храма в наказание от бога они религиозная элита ревнивые и продажные заключившие политическую сделку с идолопоклонниками римлянами настроили израиль против божьего мессии сделав так они плюнули ему в лицо они отвергли его и предали его на смерть хотя он был непорочен но все это не было сюрпризом или помехой для божьих планов все это действовало в полном согласии с небесным планом планом раскрытия мессии в это особенно темное время когда было очевидно что его пламя будет потушено руками грешников мессия ешуа пострадал не по причине силы продажных религиозных правителей но из сильного вышло сладкое потому что на пике его страданий бог победил зло милостью трагическая смерть мессии стала единственной и окончательной жертвой за всех искупивший грех человечества таков был божий план явление божьей мудрости и его исполненной любви суверенной власти и его творению мы восстали и согрешили против него но по своей милости он использовал смерть причиной которой стали мы чтобы дать новую жизнь через самого себя в новом завете написано бог есть любовь но не все понимают это и до сегодняшнего дня многие не понимают нашего предназначения цель творения вернуться в объятия творца но истинная любовь по определению не принуждает других принять себя потому тех кто отвергает его любовь не принуждают любить его они будут жить вечно в безбожном и испорченном мире но тем кто жаждет вечности с богом благодаря миссии необходимо только поверить а кто будет пить воду которую я дам ему тот не будет жаждать вовек но вода которую я дам ему сделаются в нем источником воды текущей в жизнь вечную по нашей вере в мессию отдавшего свою жизнь за нас все наши ошибки проступки и грехи в духовном смысле стерты и прощены его пролитая кровь омывает очищает и открывает новую страницу новое начало для всех кто устал там где другие провозглашают суд отвергая беспрощение мессия иисус желает обнять поднять восстановить и обновить то что было разрушено праведный мессия пролил свою кровь чтобы мы бывшие духовно мертвы могли получить новую жизнь будучи безгрешным он понес на себе проклятие да второй шанс грешникам стать праведными через иисуса еврейского мессию победившего смерть и воскресшего из мертвых у нас теперь есть доступ к богу теперь врата широко открыты для всего человечества не потому что мы достаточно хорошие или заслуживаем этого или потому что бог впечатлен нашими ритуалами и человеческими традициями но только из-за божьей благодати и того что он сделал как мессия того что он совершил для нас гарантировав нам вечную жизнь когда мы понимаем и принимаем божью любовь и прощение мы можем возрастать в силе и возможности прощать и любить даже врагов и шоу а учил нас собирать сокровища на небесах как вечные инвестиции которые невозможно украсть или уничтожить мы должны любить других также как бог любит нас именно так мы можем угодить богу они с помощью того что мы будем следовать всем этим делай не делай но с помощью любви к другим людям даже к врагам и жертвуя собой ради других в этом и заключается цель и смысл жизни и шо вернется как царь но он уже отцарствует сердцах верующих потому не так важно когда или как придет нас черед умирать потому что надежда на то что мы имеем зависит не от жизненных обстоятельств но только от вечной милости бога который обещает что мы также воскреснем из мертвых